Храм Державной иконы Божьей Матери очень нужен нижегородцам. Об этом свидетельствует то, что община терпеливо и утилась в разных приспособленных помещениях больше двух десятилетий. А теперь у нее будет полноценный храм, небольшой, но специально построенный. Подробности в сюжете наших коллег. Священие совершите храм и сейдло, готовится, славится за нога, в честь иконы Божьей Матери Державной. В Нагорном благочине Нижнего Новгорода на улице Медицинской состоялось великое освящение храма в честь иконы Божьей Матери Державной. Чин освящения и божественную литургию возглавил митрополит Нижегородский Эрзамасский Георгий. Владыка Георгий поздравил всех с праздником и напомнил, что иконы Божьей Матери Державная была обретена в 1917 году, в день отречения от престола императора Николая II. Сама Царица Небесная взяла покров над нашей Святой Русью. И придет время, по молитвам Царицы Небесной, ее покровом, мы построим достойный храм этому образу Пресвятой Богородицы. Но я все равно сегодня радуюсь, что у Вашей общины есть сегодня настоящий храм. Он не очень большой, но очень уютный и уже намоленный. Дай Господи, чтобы вера Христова никогда не оскудевала в сердцах человеческих. Приход этого храма был создан еще в 1996 году, первоначально в клубе воинской части, которая находилась рядом. Когда воинскую часть расформировали, верующим был передан железнодорожный вагон, позже его переоборудовали. Храм в честь иконы Божьей Матери Державной небольшой, но здесь сложилась дружная община. Прихожане знают историю возникновения церкви и рады ее освящению. Нам было предоставлено временное помещение на территории бывшей воинской части. В период Чеченской войны провожали практически всех милиционеров, всех военнослужащих, снабжали крестиками, молитвами, иконками, крестили перед тем, как отправить военнослужащих в очаги военных действий. Мы службы постоянные шли, свечейники служили. Потом вот этот вагончик привезли. Его очень хорошо оборудовали. Он был голубой вагон. И туда тоже народ приходил. Всегда было очень много народу. Это вся округа, считайте, вот Сахариндол. Потом-то дома вот эти большие построили. То есть это для населения, конечно, было замечательно. Ходили в вагончик, когда еще здесь был, стоял вместо храма. Но это, конечно, совсем другие ощущения и все. А здесь храм такой светлый, чудесный. Так дышится легко в нем. Сюда бы ходил и не уходил бы отсюда. Исторически сложилось, что в Нагорном Благочине немного церквей. Храм в честь иконы Божией Матери Державная в своей истории показывает, насколько необходим местным жителям Божий дом. Много икон, на которых Богородица, на которых она спасительница, помощница, целительница. А на Державной она правительница России. В руках именно Державы Скиптор. Сгорячей радости победимой покорительнице.